Всем привет! Меня зовут Ирина. И сегодня наша практика будет посвящена нашему плечевому поясу. Здоровье наших плечевых суставов в основном зависит от подвижности наших лопаток, поэтому много внимания мы будем уделять именно лопаткам. И стараемся обращать туда внимание, наблюдать за их состоянием, за их движениями. Мы начинаем с вами из положения сидя. Садимся с прямой спиной, вытягиваемся макушкой вверх. И на вдохе вытягиваем прямые руки вверх в потолок. Зажимаем большие пальцы в кулаки и вращаем кулаками по кругу в одну сторону. Стараюсь разогреть наши лучезапясные суставы. И в другую сторону. Разводим руки в стороны на высоте плеч и вращаем предплечьями, разогревая локтевые суставы. И в другую сторону. Опускаем ладони себе на плечи, вытягиваем локти вперед и вращаем плечами, стараясь локти смыкать друг с другом. И сзади тоже они стремятся сомкнуться. Этого, конечно, сделать не получится, но мы стараемся задействовать всю амплитуду наших плечевых суставов. Плечевой сустав сам по себе довольно мобилен, подвижен, поэтому мы будем много времени уделять его укреплению и в другую сторону. Уже здесь отмечаем, как включаются лопатки. Что с ними происходит во время этого движения? Уводим оба локтя вперед, один локоть вверх, другой вниз. Разнонаправленное движение в плечевых суставах. Если сразу такое движение не получается, начинаем медленно и меняем направление. Отлично. Со вдохом еще раз прямые руки вверх. И с выдохом собираем ладони в намасте перед грудью, давим ладонями интенсивно друг на друга, предплечье держим параллельно полу. Локти не опускаем вниз, а толкаем их вверх. Интенсивно давим ладонями, чувствуем включение грудных мышц. Вытягиваем руки вперед, пальцы от себя, руки прямые в локтях, но также интенсивно давим ладонями друг на друга. Наблюдаем, что включается здесь, как работает передняя поверхность грудной клетки. Включаются руки и поднимаем намасте над головой, сохраняя руки прямые в локтях, плечи опускаем вниз и снова давим ладонями друг на друга. Дышим здесь. Перекрещиваем пальцы рук, уводим замок рук назад за затылок, голову вперед не наклоняем. И поочередно опускаем то правый, то левый локоть вниз. И вращаем руками по кругу за линией затылка, максимально далеко уводя назад. Следим, чтобы голова вперед не наклонялась. Ось остается вертикально и в другую сторону. Опускаем замок рук за затылок и на вдохе толкаем локти назад, лопатки собираем вместе, грудную клетку толкаем вперед. На выдохе округляем лопатки спину. Вдох, прогиб, выдох, наклон. Работаем в ритме своего дыхания. Подстраиваем движение под ритм дыхания. Стараемся дышать настолько глубоко, насколько возможно, но дышим в своем комфортном темпе. С вдохом вытягиваемся макушкой вверх, прямая линия позвоночника. С выдохом правый локоть стремится к полу. Можно коснуться пола, можно опуститься не до конца, стараясь хорошо вытянуть, удлинить левый бок. Вдох, центр. И выдох левый локоть в пол, удлиняем правый бок. И вместе с дыханием вдох вверх, выдох вниз. Не закрываем руки, не закрываем грудную клетку, локти продолжаем толкать назад. Со вдохом вверх и с выдохом правая лопатка вправо, левая влево, скрутка. Вдох, центр, выдох, скрутка влево. Вдох, центр, опускаем ладони под плечи, выходим на колени. На ладони кошка. Мы с вами сейчас будем делать так называемые лопаточные отжимания. Когда на вдохе мы будем проваливаться в плечах, в лопатках, собирать лопатки вместе, а на выдохе толкать руками пол, округлять лопатки. Вдох, проваливаемся в плечах, выдох, вырастаем. Стараемся почувствовать, как лопатки на вдохе съезжаются, а на выдохе разъезжаются по грудной клетке вправо-влево. И выталкиваемся руками. Вот это положение запоминаем, когда у нас лопатки вправо и влево по спине. И добавляем здесь динамику. Со вдохом прогибаемся. С выдохом толкаем руками пол еще интенсивнее, округляем спину. Вдох, прогиб, взгляд вверх. Выдох, наклон. Вдох, прогиб. Отлично. Нейтральное положение позвоночника. Ладони остаются под плечами, но расходятся чуть шире друг от друга. Ладони будут стоять на полу, а пальцы на коврике смотреть друг на друга. Мы рисуем невидимую линию между наших средних пальцев. И на вдохе грудной клеткой опускаемся на эту невидимую линию. На выдохе выталкиваемся руками, округляем спину. Вдох, прогиб. Выдох, круглая спина. Отлично. И такое же движение, только теперь по кругу. На вдохе грудной клеткой от запястья до запястья, низко-низко над полом. На выдохе с широкой круглой спиной округляемся. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Вдох, прогиб. Отлично. И в другую сторону течем так же. Вдох, внизу. Выдох, круглая спина. Хорошо. Вдох, возвращаем ладони себе под плечи. И делаем такое движение. На вдохе подаем корпус вперед, сгибаем руки в локтях, грудную клетку сохраняем до параллели с полом. На выдохе выталкиваемся кошка. Вдох, четуранга с колен. Кошка. Локти смотрят строго назад, не в стороны. Плечами касаемся грудной клетки. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Выталкиваемся, ставим руки снова шире коврика, только теперь пальцы смотрят наружу. Здесь делаем вдох. И на выдохе опускаем прямую правую руку, стараясь прям плечо уложить в пол. Вдох, вверх. И выдох. Левая рука прямая до плеча. Вытягивается по коврику. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Отлично. Возвращаемся снова в кошку. Ставим стопы на носки, толкаем таз вверх, собака мордой вниз. Переминаемся то на правую пятку, то на левую. Вытягиваем задние поверхности бедер. И на вдохе поднимаем правую ногу вверх в потолок. На выдохе правой ногой делаем широкий-широкий шаг вперед, стараемся поставить пятку под коленом. И на вдохе грудную клетку с руками поднимаем вверх. На выдохе сгибаем правую ногу, выпрямляем левую. Первая вирабхатрасана. Здесь правой рукой захватываемся за свое левое плечо, стараясь захватиться как можно ниже к подмышке. Толкаем затылком правое плечо назад. Мы делаем вдох и на выдохе левую руку опускаем вниз до того момента, до которого нас пустит правая рука. Возможно до параллели с полом, либо оставляем выше. Если почувствуем на свой предел, чуть выше. Нижние ребра уводим внутрь. Затылком толкаем верхнее плечо назад, раскрываем правый плечевой сустав. Дышим здесь. И вращаем левое плечо внутрь, уводим левую руку назад и пробуем захватиться руками в замок за спиной. Если замка не получилось, руки остаются по направлению друг к другу. Если замок получился, мы снова здесь вытягиваемся. Толкаем затылком снова правое плечо назад, нижние ребра уводим внутрь. Фиксируем. Дыханием еще больше дорасправляемся. Левое колено выпрямляем. Делаем вдох и на выдохе левое колено опускаем в пол. Поднимаем прямые руки вверх. Перекрещиваем пальцы рук в замок. И выворачиваем замок ладонями в потолок. Представляем, что нам ладонями надо толкнуть потолок вверх. Опускаем таз ниже в пол. И уводим руки назад за линию затылка. И наблюдаем здесь, как включаются лопатки. Лопатки толкают грудную клетку вперед. Именно лопатки – наша движущая сила на раскрытие грудного отдела, на прогиб. Дышим здесь. На каждом выдохе таз чуть ниже, а руки дальше назад. Делаем вдох и на выдохе уводим руки назад и вниз. Со вдохом небольшой наклон вперед, руки вперед и вверх. Вдох и выдох. Хорошая амплитуда вращения в плечевых суставах. Хорошее раскрытие грудного отдела. С выдохом уводим руки назад за спину. Перекрещиваем пальцы рук и собираем основание ладоней. Давим основаниями ладоней друг на друга. Оттягиваем замок вниз. Собираем плечи и лопатки. Делаем вдох и на выдохе ныряем головой к правой стопе. А замком рук пробуем опуститься ниже к полу. Кто-то останется здесь. Если хочется пойти чуть глубже, заднюю стопу на носок. И левое колено поднимаем над полом. Таз опускаем ниже. Замком рук тянемся к полу. Основаниями ладоней давим друг на друга. Держим. Чувствуем хорошую силу в правой стопе. Правой ногой обязательно толкаемся от пола. Расплетаем замок рук. Ладони в пол. Правой ногой широкий шаг назад. Планка. Плечи у нас над ладонями. Вспоминаем наши лопаточные отжимания. И вот что мы делали, когда выталкивались вверх. Всегда фиксируем баланс. Именно выталкиваясь. Не проваливаясь в плечах, а вырастая вверх. Включаем мышцы живота. Включаем силу рук. Вес распределен равномерно. По обеим ладоням. Подушечку каждого пальца руки. Делаем вдох. На выдохе сгибаем руки в локтях четуранга. Можно четурангу делать с колен. Вдох. Собака мордой вверх. И выдох. Собака мордой вниз. Либо остаемся в собаке мордой вниз. Либо опускаем колени в пол. Таз на пятки. Лоб на коврик. Шашанкасана. И отдыхаем в шашанкасане. Выбираем свой вариант для восстановления. Даже когда нет приглашения опуститься и отдохнуть в шашанкасану. Всегда можно опуститься, если чувствуете, что вам это необходимо. Не отказывайте себе в удовольствии. Полежать и отдохнуть. Восстановиться. И на вдохе левую ногу поднимаем вверх в потолок. На выдохе левой ногой делаем широкий-широкий шаг вперед. Стремимся пятку опускать под колено. С отдохом корпус. И руки вверх. И с выдохом сгибаем больше левую ногу. Выпрямляем правую. Первая вира. Здесь мы левой рукой захватываемся за правое плечо. Как можно ниже к подмышке. Делаем вдох. И на выдохе правую руку опускаем ниже к полу. До параллели с полом, либо выше. Затылком толкаем левое плечо больше назад. Низ живота уводим от переднего бедра. Ребра внутрь. Фиксируем. Вращаем правое плечо внутрь. Правую руку опускаем вниз. Заводим за спину. И либо тянемся руками друг к другу, либо захват ладоней в замок. Выбираем свой вариант. И остаемся здесь. Правую ногу выпрямляем в колени. Затылком толкаем левое плечо больше назад. Раскрываем левый плечевой сустав. Делаем вдох. И на выдохе правое колено опускаем в пол. Расплетаем замок. Обе руки вытягиваем вверх. И перекрещиваем пальцы другим пальцем сверху. У всех у нас есть привычный замок. У меня всегда указательный палец правой руки сверху. И значит сейчас будет левый. Выворачиваем замок рук в потолок. И уводим замок рук назад за затылок тазом, проваливаясь ниже в пол. Фиксируем. Руки прямые в локтях. Ладонями толкаем вверх потолок. Но плечи опущены от ушей. Не зажимаем шею. Чувствуем как плечо. Контактирует вместе с нашим акромеоном. И вместе с ним работают с лопаткой. И лопатка в свою очередь давит на грудную клетку. Делаем здесь вдох. И на выдохе опускаем руки назад и вниз. Со вдохом небольшой наклон. Руки вперед и вверх. Выдох назад и вниз. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. С выдохом опускаем руки, замок за спиной. Снова неудобный палец сверху. Сжимаем основание ладоней. Давим ладонями друг на друга. Оттягиваем замок вниз. Делаем вдох. И на выдохе ныряем головой к левой стопе. Замок рук опускаем к полу. Кто-то останется здесь, а кто-то отрывает правое колено от пола. Замок рук опускаемся еще ниже. Фиксируем. Здесь задача хорошо включать левую стопу. Мышцы левой ноги. Чтобы толкаться от пола. Не висеть на связках тазобедренного сустава. Хорошо, возвращаемся. Ладони в пол. Левая нога назад. Планка. В планке делаем вдох. И будем медленно с вами сгибать руки в локтях. Опускаться в четурангу. Если необходимо. Опускаем колени в пол. Таз тоже опускаем чуть ниже. И опускаемся в четурангу с колен. Наша главная задача не делать четурангу с прогибом в пояснице. А опускаться одной линией. Делаем вдох. Каждый в своем варианте. И на выдохе поехали. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Собака мордой вверх. И выдох. Собака мордой вниз. И снова выбираем свой вариант. Кто-то восстанавливается в собаке. Кто-то опускается в шашанкаса. Шашанкаса не всегда как маленькая шавасана. Мы не просто лежим и убегаем мыслями. А мы стараемся мысленно пробежаться по всему телу. Почувствовать, где есть лишнее напряжение. Выдохнуть его. Отпустите с тела. Сохранив этот баланс напряжения и расслабления. И все поднимаем таз вверх. Встречаемся в собаке мордой вниз. Делаем здесь вдох. И на выдохе колени мягко опускаем к полу. Но не до конца. Мы в кошке. Но колени остались буквально сантиметр над полом. Вспоминаем про наши лопатки. Толкаемся руками, чтобы не провисать в них. Собираем мышцы живота, пупок внутрь. И фиксируем, держим. Обязательно дышим. Опускаем колени в пол. Таз остается над коленями. Таз не смещается вперед. Смещаются вперед наши руки. И мы проваливаемся грудной клеткой. Следим, чтобы руки были прямые в локтях. И у всех будет свой вариант. Кто-то останется здесь. А кому-то позволит грудная клетка уйти глубже. И если наши локти опустились до пола, то мы приподнимаем предплечье. Собираем ладони в намасте. Локтями подшагиваем поближе друг к другу. И проваливаемся грудной клеткой еще ниже в пол. Стараясь подмышки опустить на коврик. Проверяем положение таза. Чувствуем, как с каждым выдохом грудной отдел все ниже и ниже стекает в пол. Здесь наша задача не разводить локти шире, чем ширина плечевых суставов. Кто поднимал предплечье, опускаем их в пол. Предплечье параллельно друг к другу. Шаг назад на носки. Таз вниз. Планка с предплечья держим. Макушкой тянемся вперед. Таз опускаем ниже лопаток. Предплечьями выталкиваемся. Округляем наши лопатки. Не провисаем в них. Дышим здесь. Расслабляем мышцы лица. Собираем мышцы живота. И подшагиваем стопами ближе к рукам. Таз поднимаем. Такой вариант собаки мордой вниз на предплечьях. Если уже здесь нагрузки достаточно, вы чувствуете хорошую работу в раскрытии грудного, плечевых суставов, остаемся здесь. Если можем идти дальше, делаем вдох. И на выдохе корпус вперед и вниз. Следим за поясницей, чтобы она не прогибалась. Вдох вверх-назад. Выдох вперед и вниз. Амплитуда движения у каждого будет своя. Можно работать так. Если чувствуете, что если опуститесь ниже, то пойдет уже прогиб. В пределе мы касаемся носом коврика перед ладонями. И опускаем колени в пол. Таз на пятки. Лоб на коврик. И руки уводим назад вдоль ног баласаном. Даем здесь плечам мягко стекать к полу. Если в баласане ваш таз остался на весу, подкладываем под таз возвышение. Если голова не опускается до коврика, подкладываем возвышение под лоб, либо можно кулак на кулак. Главное стремимся сделать опору и под тазом, и под головой. Хорошо. И мы с вами из позы ребенка вытягиваем руки вперед. Выпрямляем руки в локтях и соединяем вместе большие пальцы рук. Обязательно опора под тазом и головой. И мы на вдохе поднимаем прямые руки вверх. Высоко руки не поднимутся. Насколько поднимутся, настолько и поднимаем. На выдохе опускаем вниз. На вдохе вверх стараемся немного задержаться на пару секунд. На выдохе вниз. И со вдохом поднимаем и фиксируем в статике. Руки на весу, руки прямые в локтях, большие пальцы вместе держим. Опускаем ладони в пол, выдыхаем. Вытягиваемся вперед, ложимся на живот. Ладони под плечами, пальцы друг на друга. Вытягиваем корпус вверх, стараясь удлинить линию живота и спины. И опускаем длинный живот в пол, разворачивая ладони пальцами вперед, плечи опускаем вниз. Шея длинная, макушка вытянута вперед, затылок продолжает линию позвоночника. На вдохе поднимаем грудную клетку вверх, ноги вверх. На выдохе вниз. Следим, чтобы на вдохе затылок не уходил к лопаткам, шея не зажималась, шея оставалась длинной. Выдох вниз. Вдох вверх. Выдох вниз. И со вдохом поднимаемся, фиксируем шалабхасану в статике, держим. Разводим руки в стороны. Фиксируем здесь. И собираем ладони пальцами в замок за спиной и оттягиваем замок, собирая основание ладони назад к своим стопам, чувствуя, как у нас появляется ресурс подняться выше за счет того, что мы хорошо тянемся руками назад. Отлично, с выдохом опускаемся. Ладонь на ладонь, лоб на ладонь. И небольшие движения тазом вправо-влево, легкие покачивания, чтобы снять нагрузку с поясницы. Отлично. Возвращаем ладони под плечи, пальцы смотрят вперед. Ставим голову себе на подбородок и подшагиваем коленями ближе к грудной клетке. У каждого будет свой вариант. Кто-то останется здесь, кто-то будет здесь, кто-то еще ближе. Главное, чтобы опора была на ладони и на грудной отдел. И мы толкаемся отсюда, не разводя локти в стороны, толкаемся отсюда руками, уходя либо в кошку, либо в собаку мордой вниз, смотря на то, сколько у нас осталось сил. Со вдохом колени в пол, грудная клетка в пол, аштанга намаскарасана. С выдохом выталкиваемся руками, локти не в стороны, локти назад. Либо остаемся в кошке, либо собака. И в динамике. Вдох, прогиб. Выдох, выталкиваем себя вверх. Отсюда опускаем колени. Снова ложимся полностью на живот. И смещаемся с вами в правую часть нашего коврика, вытягивая левую руку влево. Ладонь чуть выше линии плеча. Прижимаем ладонь в пол. Прям приклеиваем ладонь. Правая рука справа от грудной клетки. Делаем вдох. И на выдохе накатываемся на левое плечо. Сначала ноги прямые. И дальше наблюдаем, смотря за состоянием своего левого плечевого сустава. Если он позволяет идти глубже, мы правую ногу ставим на стопу. Если хочется еще интенсивнее, мы левую ногу ставим на стопу. Если хочется еще интенсивнее, мы правой рукой уходим назад. И пробуем захватиться пальцами в замок. Левой рукой вытянутой чуть давим в пол, стараясь включить мышцы левой руки. Мы не просто их вытягиваем, а еще и включаем их силу. Каждый останавливается в той точке, в которой ощущения доступны и комфортны. Аккуратно раскручиваемся. Выпрямляем ноги, раскручиваемся на живот. Выходим очень медленно и аккуратно. И смещаемся в левую часть коврика. Вытягиваем правую руку в сторону, чуть выше, чем линия плеча. Прижимаем ладонь в пол, делаем вдох. И на выдохе, толкаясь левой рукой, накатываемся на правое плечо. И выбираем наше положение ног. Либо ноги прямые, либо левая стопа в пол, либо правая стопа в пол. Еще глубже уводим левую руку назад и захват пальцами в замок. Слегка правой рукой давим в пол, создаем сопротивление. Наблюдаем обязательное ощущение в правом плечевом суставе. Плечевые суставы мобильные. Не переходим ту грань, где наша зеленая боль переходит в красную, которую мы не терпим. И в которую не заходим. Хорошо. И мы мягко раскручиваемся. Ложимся на центр коврика. Правую руку уводим влево, левую руку уводим вправо. Ладони остались на линии с плечами. Делаем вдох. И на выдохе подбородок опускаем на верхнее плечо. Приподнимаем голову. Та рука, что сверху, теперь уходит вниз. Делаем вдох. И на выдохе подбородок уже на другую руку сверху. Приподнимаем голову. Отлично. Смещаемся в левую часть коврика. Аккуратненько через правый бок ложимся на спину. Поднимаем прямые руки вверх. И трясем быстро-быстро руками. Скидываем с рук все напряжение. И опускаем руки справа и слева от корпуса. Приподнимаем лопатки. Опускаем лопатки ниже плечи, ниже ладони. Разворачиваем вверх в потолок. Ноги разводим чуть друг от друга, шире, чем ширина таза. И прикрываем глаза. Остаемся в шавасане столько, сколько этого потребуют ваши руки, ваши плечевые суставы. Осознаем весь объем работы, который проделали. Осознаем ощущения внутри тела. И расслабляемся здесь. Мы с вами закончили нашу практику. Благодарю вас, что выбрали мое видео. Хорошего дня. Пока-пока.